Игорь Суздальцев Итак, программа «Торговый план». Давайте смотреть, что нам говорят технические и фундаментальные анализы и как на этом можно заработать. Технический анализ. Крипта, друзья, опять бьется в нижнюю границу. Мы с вами очень точно определили это в начале недели, что отметка 10689 долларов за один биткоин станет сильной зоной сопротивления. Так и оказалось. И вот видим, что в понедельник закрылись все-таки плюсом, хотя откатились сильно от хаев. Ну и вот три дня подряд мы снижаемся, бьемся в сильную отметку 9388 долларов за одну единицу биткоина. И здесь у нас классическая ситуация пробой-отбой. Рынка пока нет, наблюдаем. Ну, кто во что верит, с этой точки можно брать. Кто верит в пробой вниз, кто верит в отбой вверх. Я как-то ни во что уже не верю. Но, с другой стороны, сильная была зона. Смотрите, не пускали вниз. Я, наверное, больше верю в отбой наверх, хотя сам брать не буду. Евро-доллар, друзья, также бьется в сильную поддержку 1,1075. Посмотрите, что творится. Идея Оксаны вчерашней о продажах оправдала себя. Кто пошел по этому пути, тот хорошо заработал. Ну, а сегодня, наверное, отбой. Слушайте, ну, та уже очень сильная поддержка. Все-таки отбои случаются чаще, чем пробои. Иначе бы не было тренда. Поэтому я лично верю в рост евро сегодня. Фунт, друзья. Ну, конечно, история фунта в связи со вчерашним заявлением о приостановке деятельности парламента на месяц, чтобы никто не мешал жесткому выходу по Брекзиту из Евросоюза. Британия собралась выходить. На этой новости сильно фунт провалился. Ударился внизу в 1,2155. Потом откатил, потому что все стали думать, что это фейк. Потом выяснилось, что это все-таки, судя по всему, не фейк. И опять он начал снижаться. На часовом графике видно все это. Вот пробой вниз, 130 пипсов, потом откат. И вот с этой точки, видимо, пошли сообщения, что это не фейк. И поэтому стало все проваливаться. Хотя сильно ниже 1,2189 не ушли. На этом часе вообще в плюс пошли. Вот. Какой-то боковик у нас, видимо, сейчас образуется. Пока выяснятся все нюансы. Но фунта вверх я пока не вижу. Потому что если действительно они будут останавливать работу парламента, это очень плохо для любой валюты. Парламент будет возмущаться, сопротивляться. Резкое обострение социальной обстановки в Британии. А это всегда вредит курсу валюты. Покупки фунта сегодня, несмотря на текущий рост, не верю. Если вдруг не объявят, что это фейк, но я с утра просмотрел. СМИ основные нет. Таких объявлений нет. Пока вроде бы все так и есть. Доллар японская иена, друзья, посмотрите. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Но сегодня по логике должно быть опять вниз. Вот такой торговый диапазон. Ну и где-то до отметки 105.73, наверное, можно постоять, посмотреть на все на это. Доллар франк тоже сегодня открылся вниз. Австралийский доллар. Тоже вниз третью подряд торговую сессию. И посмотрите, он так уже пробил все, что только можно пробить. Все сильные уровни пройдены. Какая-то внутренняя слабость нарастает. Новозеландец обновил лои. Слушайте, ну все падает. А что это? Сырьевые валюты падают у нас. Австралия, Новозеландия. 0,63, 0,4 удавил сегодня лой. Тоже мне непонятно, что с этим делать. Доллар канадец снижается. Слушайте, у нас абсолютно все разнонаправленное движение сегодня. WTI практически на открытии рынка. Нет. Brent чуть в минусе. Тоже рынок непонятен. А сегодня будет сложно на четверг, друзья. Газ с ГЭПом ушел наверх. Теперь подснижается. Газ вроде бы вверх все-таки больше смотрит по логике вещей. Газпром. О, хорошо. Второй день растем. Ударились в верхнюю отметку. 232,90. Но пока тоже пробоя не видно. Нет. Тоже я бы не покупал сейчас Газпром. Доллар-рубль, друзья, всю неделю растет. Всю неделю растет. Мы ждем, ждем от крата. Ждем, ждем от боя. Чуть вниз покажет. И опять устремляется наверх. В моменте текущая цена 66,69. 67 мы уже бились пару недель назад. Ну что, пойдем на штурм. Сегодня не пятница. Сегодня трендовый день. Продолжение тренда. Сегодня четверг. Да, да. Пока стоим на открытии. Но я больше жду доллар наверх по рублю. Тем более сырьевые валюты австралийц-новозеландец падают. Тоже косвенное свидетельство от того, что и рубль может не удержаться. Золото, друзья, пытается отрасти. О, хорошо. Хаи у нас были три дня назад. 1555,50. Такая циферка красивая. Мне кажется, золото пойдет на штурм. Индекс Dow Jones, друзья. В моменте 26,173 пункта. Лезет наверх. Лезет наверх. Да, да. Верю вполне. Вот так выглядит техническая картина мира. Сегодня давайте посмотрим, что говорят нам фундаментальные факторы. Коллеги, вчера последнюю новость, которой я доверяю, я увидел вечером часов 7. Звучит она так. Джереми Корбин, это лидер британской оппозиции, заявил, что на следующей неделе планирует поднять в парламент, они пока в отпуске, только на той неделе выходит парламент из отпуска, вопрос о доверии, пример, министру страны Борису Джонсону, и внести законопроекты, которые предотвратили бы Brexit без соглашения с ЕС. При остановке работы парламента неприемлема, говорит Джереми Корбин. Вот молодец, Джереми, так ему, так ему. Премьер-министр растоптал и захватил нашу демократию для того, чтобы насильно вывести страну из ЕС без соглашения. Первое, что мы сделаем, ну, когда вернуться к работе, имеется в виду, постараемся принять законы, предотвращающие то, что он делает. Второе, мы поставим вопрос о доверии премьеру. Ну, да, конечно, все основания для этого есть. Что это такое спустить парламент на месяц? Это что такое? Что за демократия такая? Друзья, другие новости. Так что внимательно следим. Сейчас по фунту сказать покупать или продавать даже затрудняется. Ну, во-первых, да, тут понятно, если жесткий Brexit фунт продавать, если все-таки Джонсона поправят, не дадут жесткого Brexit, то, наверное, покупать, потому что ничего страшного не произошло. Но вот расстановка сил пока непонятна. Поэтому здесь будет пила и с непонятной вообще, с непонятной перспективой. Если у кого-то сегодня минус, не удивляйтесь, вообще ситуация непонятна, полная. Последние 24 часа по Британии полная непонятка, и как на этом зарабатывать, вообще непонятно. Поэтому, может быть, даже, я это редко говорю, но может быть, даже постоять в стороне фунта, где-то оказывается сегодня, пока, во всяком случае, что-то не выяснится. Другая новость бурно обсуждаемая, друзья. Биткоин упал ниже 10 тысяч, и, конечно, это все бурно переживают. И сторонники биткоина, и его хулители, это понятно. Важная новость. Google уходит из Китая, сворачивает производство. Послушали Трампа, видимо. Ну, там много чего производилось. У Google, прежде всего, смартфоны Pixel, смарт-колонки Google Home. Ну, вот переводят, скорее всего, во Вьетнам все это производство. Видите, не в Штаты, а во Вьетнам переводят. Далее, коллеги, Telegram. Google в этой ситуации что делать? Покупать или продавать? Надо подумать. Telegram начнет публичное тестирование своего блокчейна 1 сентября. Ну, интересно. Далее, друзья. Интересная новость. Российские космонавты полетят на космических кораблях США. Ну, поскольку у меня цензурных комментариев нет по этой теме, без комментариев. Ну, то есть, как это может быть? Космическая держава, все. Технологическая деградация уже достигла такой степени, что мы уже в космос сами не летаем. Далее, коллеги, эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России. Это очень тревожно, друзья. Когда банк уходит в минус, появляется опасность кассового разрыва. И в этом варианте отзыв лицензии будет только нарастать. Следующая новость. Больше половины россиян предпенсионного возраста не могут найти работу. Вот, и все. Вся ваша социальная защита. Нельзя пенсии у нас в России поднимать. У нас 60-летних мужчин на 5 лет обретаем на нищету полную причем. Работы нет, пенсии нет. И что делать? Спиваться или на митинги выходить? Они оба варианта не сильно хорошие, честно скажу. Далее, коллеги. Я хочу обратить ваше внимание, что сейчас в программе «Вести экономика» появились комментарии работников Аль-Парии. Вот, например, выступает с темой «Как победить бедность в России». Хорошая, кстати, тема. Александр Розуваев, руководитель информационно-аналитического центра Аль-Пари. Что удивляет в этой ситуации? Это интернет Аль-Пари. Ну, понятно, они как сделали. Сделали информационно-аналитический центр. Это не брокер. Название то же самое, но все легально. Обзоры рынков у нас в стране разрешены. Если кто-то так скажет, как это, почему это так делать, Аль-Пари делает все абсолютно законно. Обзор рынков разрешен. Согласно закону о рекламе, рекламой не является. Но то, что название то же самое. Это их право, как назвать, информационно-аналитический центр. Поэтому абсолютно все правильно. Вопрос неправильный, а другое. Смотрите. Аль-Пари, ну, ясно, что вся эта услуга, так сказать, не бесплатная. На федеральном канале. Популярная программа «Вести экономика». И они там делают ролик, ну, в смысле выступают там, потом делают ролик и пиарят в интернет-ресурсах в Фейсбуке. Почему? Потому что объем потребления телевидения падает сейчас со скоростью 3% в год. Это очень высокая скорость. А параллельно нарастает на те же 3% в год аудитория интернет всех ресурсов, всех медиаресурсов в сети интернет. То есть, получается, Аль-Пари и АЦ имеется в виду, не сама компания, а информационно-аналитический центр снимает ролики, снимает, ну, вообще выступает на падающем ресурсе, а потом запись передает в растущий ресурс. А зачем? Зачем эти запраты вообще? Там же аудитории нет. Кто там будет смотреть? Тем более, друзья, мы помним, что с 1 января все зарубежные брокерские счета подлежат обязательной регистрации налоговой инспекции. Зная наших людей и живя в нашей стране всю жизнь, я могу сказать, что количество регистраций зарубежных брокерских счетов с 1 января будет равно нулю. Никто, наши люди, не пойдут в налоговую регистрировать брокерский счет и поэтому не будут его открывать, чтобы не рисковать. Ну, потому что, как вы знаете, там штраф до 100% может быть от суммы, так сказать, от суммы перевода при попытке нарушить закон о валютном регулировании и валютном контроле. Поэтому, мне кажется, Аль-Парис сейчас делает все абсолютно неправильно. Надо делать противоположные вещи. А именно, да, ну прежде всего, надо переходить из сферы привлечения физлиц через создание фондов коллективного инвестирования и привлечение через эти фонды, чтобы юрлица размещали средства для управления активами или для трейдинга. Это все уже отработано давно, и такая система управления активами существует уже десятилетия, в том числе в нашей стране. Второе, Аль-Парис должно перерегистрироваться, потому что с 7-7 гренадины, туда ни один корпоративный платеж не уйдет, банки не переводят на эту юрисдикцию. Это тоже давно известно. И третье, понятно, какая реклама на падающем телевидении. Надо рекламироваться только в сети интернет на растущем потоке, в том числе, конечно, на Ютроид ТВ в первую очередь. Поэтому, друзья, кто, так сказать, знаком с маркетологами Аль-Пари, сообщите им, что надо делать совершенно не то, что они делают, а то они такими ошибками так и ухлопают хорошую компанию Аль-Пари. Таких примеров море, когда ошибки маркетологов дорого обходились в компании, это сплошь и рядом, поверьте. Поэтому, понимаете, в жизни, чтобы быть успешным человеком, не обязательно делать правильные вещи. Главное, не делать глупостей. А все остальное, даже если вы будете средней руки предпринимателем, все будет нормально. Все, друзья, двигаемся дальше с вами. Давайте посмотрим, что говорит нам сегодня монета по поводу нефти WTI. WTI у нас вчера монета показала, бай, бай состоялся. Мы закрылись плюсы по дню. Давайте спросим сегодня. Из трех раз в два раза правильно монета прогнозировала. У монеты две стороны, бай, сел, бросаем на WTI, ловим, волнуемся, смотрим, видим бай. Ну, раз вверх ногами бай, значит, после обеда, друзья, это уже проверено. Подводим итоги, коллеги. Макроэкономические индикаторы сегодня у нас в четверг. Что нам говорят? Давайте посмотрим, кто у нас сегодня спикеры. Какие у нас данные центробанков. Другие глобальные новости. А ничего сегодня нет. Ну, есть ВВП США за второй квартал в 15-30. Тоже влияние этого индикатора на рынок подсаживается. Отрицательного не будет, это понятно. А положительный, в какой степени положительный, ну, как бы тут уже обсудим, там, и два, и два, и один, говорят. Вот. Естественно, все ждут, будут ли когда-либо ВВП США отрицательным. Потому что два квартала подряд отрицательных ВВП означает рецессию. Но ничего, этого пока близко даже нет. Хотя инверсию все цитируют, все обсуждают. Но этого пока еще ничего нет. Ну что, друзья. Пока доллар, на мой взгляд, укрепляется. Биток поэтому жду вниз. И еврика, и фунтика. Не верю я сегодня ни во что. Даже вот золото с утра растет, а меня, так сказать, терзают смутные сомнения почему-то. Нет, я бы вкладывался, например, все-таки в доллар. А тем более, что, смотрите, Новый Зеландец обновил, и Астралиец в легком плюсе, но тоже все очень слабенько. Нет, нет, с утра, для меня утренний прогноз. Однозначно, может быть, даже доминация доллара сегодня будет наблюдаться. Тем более, что британские новости пока не опровергнуты. То есть, судя по всему, это реально не фейк. И там, возможно, резкое обострение ситуации, которое повлияет и на Британию. И Британия, часть Европы по-любому, даже географически. И на еврик это может оказать существенное влияние. Поэтому, да, доминация доллара сегодня с утра, на мой взгляд, вполне себе. Она уже, наверное, есть, поскольку по большинству инструментов доллар укрепляется. И этот тренд может в течение дня усилиться. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.